Здравствуйте, друзья! Меня зовут Богатейший Ди, и сегодня исторический момент для биткоина. Ему исполнилось 15 лет. Но кроме этого, все 11 спотовых биткоин и тефов были одобрены. Это тот катализатор, которого мы все ждали, и он наконец-то произошел. Нажми на кнопку лайк, если ты купил биткоин до того, как это сделал BlackRock. Давай посмотрим, сколько нас. Наверняка это круто, чувствовать это ощущение, что ты купил это гораздо раньше, чем большинство из этих институционалов. Так что же все это значит для нас, для криптоинвесторов? Попробую я объяснить за 10 минут. Последние 24 часа, которые предшествовали одобрению, были сумасшедшими. Все началось со взломанного аккаунта SEC в Твиттере и фальшивой публикации, в которой сообщалось, что все биткоины и тефы были одобрены. Крипто инвесторы сошли с ума от этого объявления. Однако люди начали сомневаться в том, что это было правдой. Разве можно было запостить это в Твиттере, но не опубликовать на официальном сайте? И несколько минут спустя мы узнали, что нас буквально облапошили. Гэри Гэнслер написал в Твиттере со своего личного аккаунта, что аккаунт SEC в Твиттере был взломан. После чего был опубликован этот несанкционированный твит. SEC не одобрила листинки торговлю с потовыми биржевыми продуктами биткоина. Казалось, это серьезное событие, и рынок на него отреагировал мгновенно. Мы не часто смотрим на минутные графики, но вот что происходило на нем. На официальном аккаунте SEC в Твиттере появилось сообщение про одобрение биткоин-этиэфов. Рынок вырос, но затем упал. Интересно, что падение цены произошло фактически до того, как Гэри Гэнслер объявил, что аккаунт SEC в Твиттере был взломан. Он написал это только вот здесь, когда биткоин достигал локального дна. Инсайдерская торговля? И что интересно, мы увидели еще один памп после этого. Затем SEC якобы восстановила контроль над своим аккаунтом в Твиттере, удалила этот твит, и все это произошло довольно быстро. Они вернули контроль довольно быстро. Очень любопытно. Весь этот порядок событий — это искусство, а это его автор, художник. В такие моменты я вспоминаю, что сказал Илон Маск о комиссии по ценным бумагам и биржам США. Хочу прояснить, я не уважаю SEC, я их не уважаю. Но вы же соблюдаете их законы, не так ли? Да, потому что я уважаю систему правосудия. Как бы там ни было, друзья, ETF были одобрены и уже торгуются на премаркете. Например, ETF от BlackRock на премаркете успел вырасти на 25%, а ETF от Fidelity начнет торговаться уже через 3 часа. Теперь, когда это происходит, давай поговорим о потенциальном влиянии на цену биткоина. Давай обратимся к экспертам. Например, к президенту Чикагской биржи CBOE по цифровым технологиям Джону Палмеру. На своем веку он повидал запуск множества ETF и других финансовых продуктов. Чего же мы можем ожидать? Каково потенциальное влияние биткоин-ETF на цену биткоина? Послушай, что он говорит. А что о влиянии на цену? Заложено ли событие в цену? Или вырастет еще на 20-30%? Чего ждать? Трудно прогнозировать, потому что мы должны увидеть, как капитал будет поступать в эти ETF. Очевидно, что одобрение это бычий фактор, но мы уже увидели большое движение цены в последнее время. Так что самое лучшее здесь это то, что доступ к биткоину получат дополнительные инвесторы, которые, возможно, сами не хотят его хранить. Вы видите, как биткоин становится чем-то особенным? Я имею в виду, что у нас были люди, например, Кэти Вуд. Она прогнозировала цену до 500 тысяч долларов. Другие говорят даже о миллионе. Как вы думаете, будем ли мы двигаться в этом направлении? Какой предел для цены? Думаете ли вы, что каждый инвестор в мире решит, что ему нужно иметь какую-то долю в биткоине? Я думаю, это зависит от того, какой приток средств в ETF мы увидим. Сейчас рыночная капитализация биткоина составляет чуть более 900 миллиардов долларов. ETF можно будет считать успешным, если он привлечет 10-15 миллиардов долларов. Это было бы довольно успешно по сравнению с другими, даже самыми успешными ETF-ами в истории. Но даже в этом случае это всего лишь около 2% от текущей рыночной капитализации биткоина. Время покажет, сможем ли мы достичь даже 500 тысяч долларов за монету. Но опять же, мы также знаем, что существует фиксированное предложение биткоина. Это может повлиять на динамику спроса и предложение на рынке, и на то, сколько капитала будет вливаться в ETF-ы. Позволь мне поделиться инсайдом. О чем думают институционалы? Как они рассматривают биткоин? Этот новый актив, в который они теперь могут безопасно инвестировать. Послушай. Еще одна вещь, которую я хотел бы сказать о биткоине. Я думаю, люди не понимают, что это часть инноваций, которые действительно важны. Подумайте о том, что биткоин это товар. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что биткоин это товар. Это и есть товар. Одна монета не отличается от другой. Предложение любого товара в мире при повышении цены увеличивается. Если бы золото завтра подорожало до 10 тысяч долларов, мы бы добывали больше золота. Если бы нефть подорожала до 300 долларов за баррель, мы бы просто добывали больше нефти. Мы бы получали больше, если бы цена была выше. Независимо от того, куда пойдет цена биткоина, график эмиссии монет ограничен. Больше их не будет. Каждый блок сейчас это 6,25 монет. Скоро будет вдвое меньше. Так что это уникальный случай. Мир никогда не видел ничего подобного. И я понимаю, многих пугает его волатильность. Но знаете, я уже давно утверждаю, что те, у кого нет биткоина, рискуют еще больше. Они упускают самую сильную ставку, которую я когда-либо видел за 40 лет. Итак, каковы же цифры? Потому что на самом деле вопрос только в том, каким будет приток денег в эти ETF-ы. Мы уже знаем, что миллионы долларов были вложены в эти ETF-ы. 200 миллионов от Bitwise, 72,5 миллиона от VanEck и так далее. Средства начинают поступать. Мы также говорили о том, что BlackRock уже привлек 2 миллиарда долларов от инвесторов в свой биткоин ETF. Вопрос в том, можем ли мы подтвердить это? Правда ли это? Что будет дальше, если это правда? Аналитик от Bloomberg утверждает, что ему удалось подтвердить эту информацию о том, что они уже нашли 2 миллиарда инвестиций в свой ETF. Послушай его. Итак, я смог подтвердить эту информацию прежде всего от источников компании VanEck. Если что, это одна из тех компаний, которая теперь уже запустила свой собственный биткоин ETF. Я знаю, этот источник хотел бы, чтобы это было неправдой, но, к сожалению, для него это не так. Так что не похоже, что компании VanEck как конкуренту это выгодно. Итак, у меня есть 2 человека, которые говорят, что это правда. Из компании BlackRock тоже. Когда в прошлом они запускали свои ETF, они привлекали несколько институциональных инвесторов вместо посевного инвестирования со своей стороны. И потоки, которые они привлекали в первые дни, были большие. Поэтому, если посмотреть на самые успешные ETF после запуска, в плане первого дня и первой недели, я думаю, что BlackRock принадлежит 6 или 7 из топ-10, просто потому, что они привлекали инвестиции наперед. Это способ в некотором роде обмануть систему, но это совершенно нормально. Честно говоря, если вы собираетесь вложить 2 миллиарда в ETF, лучше сделать это в первый же день. Это умный пиар, потому что когда у вас в ETF уже есть 2 миллиарда, и объемы большие, и потоки выглядят хорошо, у других возникает ощущение ажиотажа. И они тоже хотят быть частью этого. Таким образом, объем и потоки в первые дни – это самый сильный маркетинг. Поэтому для них это вполне логично. Они очень проницательны и уже делали это раньше. Так что это соответствует их истории, и у меня есть 2 источника, которые это подтверждают. Я также знаю пару компаний, которые запускают свои биткоины ETF и тоже планируют нечто подобное, но в меньших масштабах. Но если у нас есть, например, BlackRock с 2 миллиардами, и допустим, еще 2 других эмитента, которые привлекли по 300 миллионов долларов каждый, то в первый день и первую неделю мы можем увидеть какие-то рекорды торгов биткоин ETF-ами. Рекордный приток денег. Вот что мы должны сейчас увидеть. Вот на что мы рассчитываем. Ведь если этого не случится на краткосрочной дистанции, в биткоине могут разочароваться. Именно поэтому в последние часы перед запуском они так снизили свои комиссии. BlackRock только что сократил свою комиссию до 0,12% на первые 5 миллиардов долларов. Это жесткий фактор привлечения. Arkinvest последовал за ними. Bitwise и другие тоже. Все сокращают свои комиссии, которые сейчас настолько низкие, что покупать биткоин через ETF становится намного выгоднее, чем напрямую на Coinbase. Главный вопрос, который я вижу в комментариях, это «Разве они не смогут повысить эти комиссии позже?» И ответ таков. Нет, не смогут. ETF только снижают комиссию. Они никогда не повышают ее. Консультанты были бы в бешенстве, если бы это было сделано. Их репутация перед инвесторами была бы подкошена, чего допустить точно нельзя. Это причина номер 36. Почему ETF так популярны среди инвесторов? Там не происходит таких неприятностей. Деньги текут туда, где с ними лучше обращаются. Пойми это. К вечеру кто-то предложит бесплатную Теслу и свидание с сестрой. Лишь за то, что ты выберешь их ETF вместо других. Эти комиссии безумно низкие. Также настроение вокруг биткоина и криптовалюты, как класса активов, только что полностью перевернулось кардинальным образом. Вот как теперь мейнстрим говорит о биткоине. Я очень рад этому. У меня были разногласия с людьми по поводу использования биткоина. Но сейчас нет никаких сомнений в том, что владеть биткоином через ETF для нас гораздо безопаснее, чем та система, что была раньше. Для тех, кто хочет, это безопасный способ владеть биткоином, как владеть золотом через ETF в 2004 году. Когда-то эти старики теряли ключи от подвала, где хранилось золото. Сейчас люди теряют пароли от биткоин-кошельков. Теперь есть ETF и можно не беспокоиться. Теперь больше не нужно бояться. Этот бычий рынок только начинается, потому что теперь вопрос заключается не только в притоке средств в биткоин ETF, сколько их там будет и так далее. Второй вопрос в том, на чем сейчас фокусируется все внимание и ожидание. А оно фокусируется на том, кто будет следующим. Компания BlackRock подала заявку на создание спотового эфириум ETF. И многие считают, что может появиться и XRP ETF. Я думаю, что ETF Solana появится раньше XRP. А также я думаю, что сначала будет эфириум, а затем, возможно, ETF на базе целой корзины альткоинов. Теперь, когда спотовый биткоин ETF уже здесь, я ожидаю, что скоро, внимание, переключится на эфириум. Ведь следующим, вероятно, будет спотовый эфириум ETF. Скоро будет обновление эфириум Denkant. Каждый день в DeFi блокируется все больше монет эфириума, например, в стейкинге, что сокращает его доступные предложения. Все больше и больше эфиров выводят с бирж, что тоже сокращает его доступные предложения. У эфириума никогда не было так много бычьих катализаторов одновременно. IT-директор Валькирии говорит, что будет эфириум ETF и, может быть, даже XRP ETF. Как скоро вы попытаетесь создать и другие спотовые биржевые продукты для других криптовалют? Знаете, я думаю, что мы увидим много заявок на эфириум ETF. И я даже думаю, что мы можем увидеть что-то для Ripple, учитывая недавний прогресс. Вы заметили, что компания Grayscale только что добавила Ripple в один из своих трастов, который торгуется на бирже. Так что я не удивлюсь, если мы увидим спотовые ETF на Ripple или Ethereum. Правда, я не знаю, будем ли мы это делать или нет. Кстати, кроме XRP, Grayscale добавил свой траст и Аваланч, зато убрал матик. Посмотри на этот список альткоинов, возможно, каждый из них получит свой ETF. На этом все, меня зовут Богатейши Ди, увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok